всем привет вы на канале зум прокат меня зовут коля и сегодня у нас достаточно такая нетривиальная задача захотели показать вам как у нас происходит иногда съемки сегодня для парней снимаем такую как бы обложку на трек вот парни у нас сегодня фотосъемка а это лёша из будущего который прямо сейчас занимается монтажом этого видео так что не удивляйтесь то что мое лицо будет временами появляться в кадре уточнять какие-то детали и подробности продолжаем недавно тут в инстаграме парни спрашивали нормально ли на m1 работает capture one как раз именно эту тему хотим сегодня протестировать и посмотрим как она работает у нас лайфстайл съемка сейчас посмотрите как мы обычно работаем собственно сетап у нас сегодня очень простой sony a7 r4 объектив батис 85 миллиметров обычный usb проводочек который идет в наш ноутбук ноутбук соответственно macbook air на m1 обычная capture one версия я скачал просто пробную для того чтобы проверить все ли отлично или не отлично работает чтобы посмотреть протестировать большую формацию кадра с важной новостью при этом сказал про инстаграм про инстаграм вот тут тут плашечка смотри о появилась на инстаграм подписался на youtube канал подписался и видос классным удался да продолжаем продолжаем про подписку не забываем кстати я серьезно чтобы в дальнейшем не удивлялись странным позам в кадре сразу расскажу вам задумку обложки вот кстати она задумка исходила от названия трека такой же как и ты оттуда же и появился стиль одежды и наши образы если можете заметить то наша одежда инверсионная вообще есть такое слово инвертиру инвертированная инверсивно инверти они зерва на и а ладно допустим основные цвета это белый и синий как вы можете заметить у одного персонажа белая футболка синие шорты и белая обувь а у второго персонажа соответственно противоположный это синий верх а белые шорты и синяя обувь также так как эти цвета ассоциируются с небом то была задумка создать эффект полета в чем нам прекрасно помог стул а вот уже вся оставшаяся магия создавалась на этапе постпродакшна о котором я расскажу вам позже вот-вот покажи как ты с парашютом прыгал давай покажи прямо сейчас не просто так передо мной открыта программа capture one это все для того чтобы я вам вкратце максимально быстро и просто объяснил как она работает а вернее как подключить разные самые популярные камеры также на столе вы можете заметить четыре самые популярные камеры на которые чаще всего фоткают нашем случае на sony фуджи филму canon и nikon все эти камеры очень легко подключаются к данной программе но у каждой есть свой небольшой нюанс но это все очень просто и вот представим что мы уже установили программу capture one она если что платная но если что есть реальная версия для того чтобы подключить камеру нам во первых потребуется сама камера начнем мы допустим с sony в данном случае это sony a7 r4 кстати именно та камера на которую и проводилась наша съемка интерфейс подключения у нее это юсб тайп си логично для этого нам потребуется тайп си провод так как меня до компуктера тянутся всего ничего то метрового кабеля мне хватит с головой и так с двух сторон это тайп си тайп си так как новом маке разъем тайп си и в данной камере тоже логичная логика нам остается просто подключить камеру и подключить ее к компуктеру не так просто как я думал произошел шпуньк камера подключилась и самый главный момент учтите когда подключаете камеру К данной программе у вас может что-то пойти не так, и, допустим, нужные настройки его поставили, но все равно не работают. Возьмите себе в привычку, всегда, когда берете новую камеру, особенно если эта камера в аренду, сбрасывайте к заводским настройкам. Без разницы, снимаете вы фото, видео, все что угодно, всегда сбрасывайте к заводским настройкам. Кастомизируйте ее под себя и настраивайте ее также под себя. Ведь с заводских настроек всегда все должно работать с первого раза. Итак, мы включаем камеру, она прямо сейчас сразу же у меня определится в этой программе. Вот здесь, в левой части экрана, у нас появились параметры, которые стоят на камере. Соответственно, выдержка, диафрагма, ну так как объектив не подключен, то и, соответственно, диафрагма у нас показывается не какущая. Ну, если такое понятие бывает. И в чем удобство? Это прекрасно подойдет, к примеру, для предметной фотосъемки, потому что вы можете управлять камерой через компьютер удаленно. А сама камера находится, допустим, на штативе, в соседнем помещении, либо висит около потолка, чтобы вручную не мегать и не настраивать ее. Какой нюанс у этой камеры? Для того, чтобы ее подключить к ПК, вам нужно зайти в настройку. Давайте я буду простым языком выражаться. Для простых людей, ведь мы простые люди, окей, да? Настройка с значком глобуса, шарика, земли, ну, короче, значочек земли, я не знаю, надеюсь, его видно. Я его сделаю очень крупно сейчас. Бам! Первая страничка, удаленный ПК, называется настройка. Нам нужно ее открыть, и, что самое главное, это включить удаленный ПК. Если вы его, он по заводу, он будет стоять выключен. И здесь мы увидим то, что все пропало. Ой, беда, кошмар, как все плохо. Но ничего страшного, заходим в настройки, удаленный ПК, включить управление через компьютер. Все. И теперь, если мы попробуем сделать кадр... Magic! Он появляется на нашем компьютере. Двигаемся дальше. Следующая камера у нас это Fujifilm X-T3. У нее есть небольшой нюанс, на самом деле логичный нюанс. Она вам не будет щелкать затвором и делать кадр, пока не подключен объектив. Ну, это, в принципе, логично, как вы сделаете кадр. Ну, вот на Sony она смогла. Потому что, видимо, Fujifilm больше переживает за частоту своей матрицы, чем Sony. Обалденный звук, да? У Fujifilm точно такой же интерфейс подключения. Это Type-C. Сейчас я его увижу в темноте. Мы его подключаем. И... Magic! Компуктер снова увидел. Офигеть. Мы можем сделать кадр. И все у нас будет. Вот могу сфотографировать. Вот так вот и вот. Все. Класс. Двигаемся дальше. Еще раз прошу заметить, абсолютно все камеры я сразу же сбросил к заводу. И все то, что я говорю далее, какие-то функции, которые требуются включить, это уже после сброса к заводским настройкам, как в случае с Sony. У Fujifilm все намного проще. Подключил, объектив надел, все работает, все круто, классно. Балдеж. Следующая камерка у нас Canon R5. У нее также разъем USB Type-C. Мы ее спокойно подключаем. Магическим образом переводим регулятор в положение ON. Она включается. Можем даже позволить себе сделать вот так. И делаем кадр. Magic! Опять все работает. Также, прошу заметить, в Canon нам ничего не нужно делать. Она сама распознается. Очень классно, заводских настроек. Последняя камера, которая у нас остается, это Nikon. Он не просто так здесь, потому что его интерфейс подключения немножко отличается. Если честно, я даже не помню, как правильно называется этот разъем. Этот разъем похож на провода, которыми подключают внешние жесткие диски. И для того, чтобы подключить эту камеру, как вы понимаете, нам просто нужно заменить кабель. Так как в нашем компуктере прекрасный разъем Type-C, то нам просто нужно поменять кабель. Для этого мы берем вот такую вот страшную вещь, которая состоит у нас из переходничка с Type-C на всякие USB и так далее. Удлинитель USB и сам кабель, о котором я говорил. Это вот этот вот кабель простой, простой и самый простейший, который подключают жесткие диски. Все, нам все вот эту вот страшную систему нужно друг в друга подключить. Этот кабель вот сюда, этот кабель вот сюда, это все в компуктер. Опять это не так просто, как я думал. Подключаем в камеру. И вот и все. Простейшая, простая магия. У нас все опять работает. Офигеть! Полный гайд о том, как пользоваться этой программой, конечно же, сейчас не будет, потому что не об этом видео. И таких видео в интернетах ваших полно-польно. К примеру, есть инструкции. По поводу о том, какие камеры поддерживаются данной программой, вы можете увидеть на официальном сайте Capture One. И не только. Они запустили целый список Sony, Panasonic, Canon, Nikon и все, что угодно. Fujifilm и так далее. Можете найти у них на сайте. Единственная из, возможно, самой важной информации скажу. Это о том, что, во-первых, управление находится в левой части. Здесь же вы можете увидеть, куда сохраняются эти файлы. Можете сами закастомизировать папку, куда вы хотите. Потому что сохранение происходит на компьютер. И вот здесь перед вами есть галерея всех тех снимков, которые вы уже сделали. Здесь же вы можете поставить рейтинг и так далее. Короче, не об этом. Я надеюсь, это было полезно. Я рассказал максимально все коротко и быстро. Спасибо вам. Мы продолжаем. С вас лайк, подписка. Не забывайте, пожалуйста. Окей, да? Если что, бэкстейдж снимал человек, который первый раз в жизни держал камеру. Так что не смейте ругаться. У-у-у. Лучше напишите в комментариях. Саша, ты молодец. Саша, ты молодец. Можем немножко рассказать про сетап света. Сейчас Саня повернется, покажет, как это все выглядит. Все достаточно просто. Когда прибор стоит сверху и дает основное верхнее освещение, для глаза это выглядит всегда достаточно привычно, потому что мы привыкли видеть солнце сверху. Ну и дополнительно мы поддерживаем источником слева. И есть небольшой контровичок с помощью стрипбокса. Он находится у нас, соответственно, справа. Так как мы снимаем на циклораме, естественно, тут куча переотражений, поэтому свет выходит такой достаточно объемный, прикольный. И немножко фэшин, да, получается. Так, ну а теперь, как я и обещал, разбор проекта в фотошопе. Подготовимся. Погнали. После того, как из тысячи тысяч исходников мы выбрали нужный, в нашем случае это по итогу оказалось две фотографии. Меня и Руслана. Вот фотография меня, вот фотография Руслана. Нам нужно и в первую очередь обтравить. Я думаю, вы понимаете, что это значит. Покажу на примере Руслана. Вот что было, вот что стало. Все понятно. Вырезать объекты можно как и пентулом, так и магическим выделением. Самое главное не забывать проверять такие вещи и мелочи, как, допустим, чтобы там не отрезать ухо кому-нибудь на ногах. Это могут быть носки, на ботинках шнурки и так далее. В общем, будьте внимательны с мелочами. После того, когда вы выделили объект, используйте выделение плюс маска для того, чтобы скорректировать растушевку, гладкость этого выделения и так далее. Конкретно с этим проектом я пользовался магическим выделением. Теперь приступим к проекту самой обложки. В первую очередь нужно понимать то, что у обложки есть определенные технические требования. В первую очередь она должна быть соотношением 1 к 1 и разрешением так требует дистрибьютор и так требует большинство музыкальных площадок, на которых оно будет ротироваться, так скажем. Минимальное разрешение 3000 на 3000 пикселей, если я не ошибаюсь. Именно по таким параметрам мы и создаем проект. По сути, у нас просто квадрат. Как я и говорил, первая изначальная задумка была создать эффект падения. Если нам нужно падение, то это скорее всего воздух, небо. На поиск футажа мне потребовалось примерно 10-15 минут, чтобы найти нужное для меня небо. После этого я примерно создавал композицию, расположив главных героев в кадре. Как я и говорил, это два человека, я и Руслан. Как можно заметить, я изначально подумал по масштабу, как это можно сделать. Расположил, какие-то фотографии инвертировал, если это потребовалось. И в первую очередь, что я сделал самое важное, изначально этот момент я учитывал на съемке, это то, что у нас отличается тон одежды. У меня она более синяя, у Руслана шорты, к сожалению, были более пастельного цвета, более выцветшие, так сказать. Но это не проблема. Мы также пользуемся волшебной кистью, выделяем только нужный нам объект, в нашем случае это шорты. И по хью и сатурации подгоняем по нужным нам параметрам, тем самым мэчим по цвету две картиночки. По итогу у нас получилось вот так, достаточно похоже, очень круто, классно. Но что мы видим здесь, это то, что пока что это не выглядит никак неестественно, не натурально и так далее. После этого я уже занялся поиском также футажей каких-то облачков, чтобы создать объемную картинку, чтобы появилась перспектива и пространство, и стал их размещать на переднем плане, среднем, дальнем и так далее. И после всего уже я стал добавлять эффекты. Эффекты размытия, размытие движения, просто размытие фона и так далее. Изначальный фон, видим его. После этого это слои в папочке, которую я назвал человечки. Почему бы и да? Они собраны также из разных частей, потому что у Руслана, как я и говорил, есть штаны. Но я уже это объединил, и по сути я вам показываю уже по итогу собранный проект. Лучше слои изначально не объединять, если вы понимаете то, что вы к ним можете вернуться. Так вот, что касаемо перспективы, я стал добавлять разные объекты. То есть вот объект облачка сзади. Оно с определенным также эффектом размытия, чтобы сохранялась перспектива и объем изображения. Облачка справа, на переднем плане, как я понимаю. Также уже с наложенными эффектами. Но учитывайте то, что абсолютно все эффекты я накладываю самым последним под действием. То есть сначала я создаю общую композицию. Далее здесь мы видим на переднем плане элементы, которые нам требуются. Вот, уже создается какой-то объем. Но так как мало эффектов, пока что непонятно. Также отдельный слой сделал дымка. Я думаю, разница с ним бедна. Без с ним, без с ним. Это для понижения контраста общего. И этот эффект на самом деле был создан очень просто. Я взял хит белую, аккуратненько ее растушевал, скажем так, по границам кадра. Добавил сверху Motion Blur. Добавил сверху просто Blur Gauss. И после этого выбрал эффект наложения. И скорректировал по Opacity, чтобы она была менее прозрачная. Вернее, наоборот, более прозрачная. Также, что еще мы видим здесь в проекте? Здесь есть слой, который я никак не обозвал. Но это, по сути, это просто заливка синим. Потому что я понимал то, что немножечко отличается по цвету. Но чтобы не делать конкретную цветокоррекцию абсолютно всего каждого элемента, я решил общим слоем одного цвета залить абсолютно весь фон. Тем самым картиночка чуть больше заметчилась и создалась еще больше эффекта перспективы. Motion Blur это очень важно, ведь благодаря именно этому эффекту создается ощущение натуральности, если так можно обозвать. И здесь достаточно было немного подумать просто головой, какие элементы в картинке могут быть смазаны. Я понимал то, что это часть головы, в первую очередь рука, ноги и так далее. Здесь отдельные слои, при включении которых можно увидеть то, как был добавлен этот эффект. Motion Blur просто выставляется под нужным углом и указывается сила воздействия этого эффекта. А также последнее, что осталось в этом проекте, это слой под названием общий смаз. Включая его, мы не очень сильно видим разницу, что изменилось, но это общий смаз картиночки, который дает общий Motion Blur абсолютно на все. В принципе, это все. По сути, вот все то, что вы видите, это весь собранный проект. Я пробежался по нему достаточно быстро, но в сумме этот проект собирался около двух с половиной часов, потому что в первую очередь, ну так как ты из чего генерируешь идею, то это больше времени требует. По сути, это все. После чего уже была сделана цветокоррекция в Lightroom. Я добавил свой любимый эффект зерна. Также поработал с светлыми участками, контрастом, резкостью и так далее. И мы получили финальный результат. Вот он. На этом все. Вот весь разбор. Вернемся к Коле. В общем, мы закончили наш фотосет. Ребята остались довольны. Я, в принципе, тоже остался довольным. Мы получили дофигища классных кадров. Так как мы свою задачу выполнили очень быстро, мы хотели снять определенный кадр, мы его придумали заранее, а студию мы сняли на три часа, то мы немножко поэкспериментировали, подурачились, поснимали фристайл, типа ребята потанцевали, попели. И в целом все очень круто получилось. Ну а, собственно, сам Capture, Capture One работает отлично. M1 отлично справляется. Все кадры, естественно, сохраняются. На самом деле, просто прога обновилась. 27 мая все отлично работает, все супер. Как это неудивительно, Sony тоже справилась. Да, Леш? Да, Sony лучше. Ну а вы не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, не забывайте проверить там всякие подписки, вот это все, чтобы там все было. Все, вот тут вот сейчас в колокольчиках, вот. Поэтому лайки, подписки, колокольчики вот тут залепим. И один колокольчик, вот прям маленький-маленький тебе на лоб, вот там тоже колокольчик. Везде все в колокольчиках. Зачем ты его сомневаешься? Теперь вон там колокольчик, ладно. Типа, может, тоже что-нибудь скажешь, но впечатление типа о съемке. Что могу сказать? Мы представим его, ну, типа, раньше. Да. Что могу сказать? Небольшое впечатление о съемке. Люди, которые не используют эту тему, они теряют, они теряют прикольные эмоции, потому что вы сразу же видите, по сути, готовый кадр. Сразу же можете понять, что там по эмоциям докрутить, либо не доделать. Это очень классно, потому что сразу же отправляется на комп, соответственно, не тратите время, делаете это все на ходу, и пост-продакшн, вернее, время пост-продакшн тем самым уменьшается. Так что одобряю, используйте подобные программы. Есть Capture One и еще всякие. Допустим, как я помню, в Lightroom тоже есть такая штука. Даже Lightroom. С таким же успехом, естественно, можно снимать и в Lightroom. Да, да. А конкретно парни в Анисте спрашивали, типа, а можно ли в Capture One? Просто профессиональные фотографы, которые снимают фэшн, чаще всего используют Capture One, насколько я понимаю. Да и предметники тоже юзуют. Короче, Capture One тема. Всем советую, всем спасибо. Вас тоже обнял, подбросил. Вот опять все в колокольчиках. Я не могу перестать. Везде одни колокольчики. И Коля колокольчик, который был на лбу, скинул вон туда. Вон, там все так же лежит колокольчик. Но я его подниму сейчас и здесь тоже прощание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok